просто это дохлая батарейка от ноутбука hp я хочу продемонстрировать на что может сгодиться батарейка которую ноутбук совсем не заряжает то есть ноутбуки установил новую купил поэтому я сейчас разберу то есть выкидывать ее просто жалко здесь наверняка стук 6 аккумуляторов стоит но ноутбук я повторюсь не заряжает вообще никак некоторые умудряются вскрывать аккуратно менять аккумуляторы и как бы восстанавливают аккумуляторы как они их разбирают аккуратно не понимаю и Не так просто его разобрать. Ну, почти до конца его уже раскромсал. Чуть-чуть осталось. В итоге имеем 6 аккумуляторов. Сейчас я их по отдельности разделю. Посмотрим, живые они или нет. Так, 6 аккумуляторов. Посмотрим, есть ли хоть в одном из них какой-нибудь заряд. 3,6 вольта. Так, наоборот, видимо. Всего 1 вольт. Вообще ничего. Это те, которые были прям посередине. 0. Так, и 1,2. Имеет 20 с чем-то вольта. 5,6, которые были в самом конце справа, имеют наибольшее напряжение. Ну, как минимум. 1,2,5,6 живые. И вот троечка у меня. Тоже у них что-то имеется. Вот там 0. Вольт. Только получается из-за того, что один из аккумуляторов совсем сдох. Ну, то есть там 0 вольт. Вся батарея перестала заряжаться. Но он был писал, батарея не заряжается. 2,4, двоечка. 2,4, то есть это точно рабочие. Странная ситуация с третьим и четвертым. То есть беру плюсовой контакт. Подключаю. Он рисует минус 1,07. Странно как-то так. То есть перепутанный плюс с минусом. По-моему, такое в аккумуляторах просто быть не должно никак. Очень странно. Полярность поменялась. Ну, видимо, трупец. Этот вообще никак не реагирует. Проверяем третий аккумулятор, у которого перепутанный полярность. Выставил литий-эфером авто напряжение вместо принудительных двух польт. И он перестал писать, что низкий заряд батареи стал нормально заряжать. Малым током потихоньку напряжение растет. Жду до двух вольт. Потом перехожу на литий-ион заряд. Итак, прошло почти 20 минут. Напряжение на этом аккумуляторе выросло уже до 2,8 вольта. Пошло еще минус 5. И напряжение, как видно, 3,35. То есть 3,2 вольта уже точно есть. Этого достаточно. Можно отключить. Напомню, заряжал вот в таком режиме. Литий-эфером авто. Когда я уставлял не авто, а просто 2 вольта, ну, он писал низкий заряд батареи и не мог поднять. В режиме авто он практически с нуля задрал напряжение. Так что этот аккумулятор будем считать восстановлен. В общем, 5 рабочих аккумуляторов. Ну, теперь остается мне все их позаряжать. А, ну да. Первый, второй. Первый. И второй в мере напряжения менее чем 3,2 вольта. Вставил. И сейчас я их также подму напряжение до 3,2 вольта. Итак, я снимал аккумуляторы 1,2,3. Третий, который я вот только сейчас поднял напряжение. Первый и второй в мере напряжения 2,4 вольта. Я их уже выровнял до 3,2 вольта. Ну, чуть меньше, 3.2,95. И теперь я решил, буду заряжать параллельно сразу все три. Не хочу долго ждать. Беру 2 ампера ток. 3,7 вольта. Ну, заряд пошел. Будем считать, что эти аккумуляторы разряжены в ноль. Ну, то есть, поскольку они сейчас имеют по 3 вольта, практически так и есть. И теперь буду заряжать их до тех пор, пока они не зарядятся до упора. Это должно быть где-то 4,2 вольта на каждый из банок. Не знаю, сколько это времени займет, но, скорее всего, пару часов. Прошло чуть больше часа. Уже 2070 мАч зарилось в эти три. Ток 2 ампера остается, то есть не падает. Это значит, что сюда еще много может поместиться. Итак, прошло 3 часа. И уже зарядилось почти 5200 на эти три аккумулятора. И все еще продолжают заряжаться. То есть батареи практически по 2000 мАч, или около того, имеют. Итак, я зарядил все эти аккумуляторы. Вот первый, второй, третий аккумуляторы. В них в общей сложности залилось 6200 мАч. В эти два аккумулятора, под номером 5 и 6, залилось 3900 мАч. То есть, если учитывать то, что изначальная емкость была 2800 мАч, у каждого из них, ну, в итоге 70% от их изначальной емкости в них, так сказать, вместилась. Так что, из аккумуляторов дохлых от ноутбука можно получить бесплатно, по сути, вот такие вот 18650 акумы, в которых емкость будет не совсем полностью просевшая. То есть, вот, аккумулятора там, который я раздолбал, было где-то пять лет, и он сдох по одной причине. Один из пяти, точнее, один из шести аккумуляторов, под номером 4 в моем случае, он просто испортился совсем, не заряжается, сдох. Проще говоря, остальные пять были живы, на 70%. То есть, в общей сложности, по сути, 10 000 мАч на данный момент имеется. Я думаю, эти аккумуляторы еще проживут несколько лет. Что с ними делать? А вот что. Осталось приобрести вот такую вот штучку. Это пауэрбанк. Ну, то есть, как пауэрбанк? Это коробка, в которой нет аккумуляторов. Конкретно это на 8 рассчитано, таких батарей. Бывают одна, две, три, пять, четыре там. В общем, на Алиэкспрессе их огромное количество. Так что не стоит выбрасывать, наверное, дохлые батареи от ноутбука. Стоит их разобрать. Возможно, в них окажется, что всего лишь один или два нерабочих, а остальные будут живые. Ну, в общем, по сути, почти по две тысячи миллиампер час на каждом. Неплохой результат. Такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok